Цифровизация дает новые возможности для ведения бизнеса, избавляя от бумажной волокиты. Вот только не все предприниматели знают о новшествах, которые сейчас можно активно применять в Казахстане, например, в рамках налоговой отчетности. Чтобы рассказать представителям бизнес-сферы о перспективах и легких путях ведения дел с помощью онлайн-технологий, представители Департамента госдоходов проводят широкую информационную кампанию. Ежегодно в Восточно-Казахстанской области увеличивается процент людей, занимающихся малым и средним бизнесом. Начинающим предпринимателям порой бывает очень непросто узнать всю необходимую информацию о цифровых новшествах, которые значительно помогают облегчить ведение налоговой отчетности. Например, сейчас для удобства работы в налоговой сфере можно использовать цифрового помощника, мобильное приложение «Есалык Бизнес». Есть такое цифровое новшество, как «Есалык Бизнес». Это мобильное приложение, значит, его можно скачать каждому торгующему лицу. В основном большие льготы для предпринимателей, которые работают на патенте и упрощенной декларации. То есть, скачав это приложение, установив на телефон через App Store, Play Market, можно будет предпринимателю на основе патента не использовать контрольно-кассовую машину, а использовать чеки через вот это приложение. И, соответственно, направлять. Данное приложение позволяет не сдавать налоговую отчетность работающим по патенту. Как отметили специалисты, предпринимателям необходимо знать о таком новшестве, как паспорт налогоплательщика, который внедрен с 1 марта 2022 года. Паспорт, то есть информационная карта, которая содержит штрих-код, то есть данные о налогоплательщике. И там, где идет торговля и общепит, получается, в этих местах предприниматели должны разместить этот QR-код. Он, QR-код, содержится в базах данных налоговых комитета государственных доходов. Его, получается, распечатать можно через сайт kgd.gos.kz. И он должен быть, получается, размещен. В ходе встречи предприниматели отметили, что для них многое израссказано в новинку. И они непременно попробуют поработать с цифровыми помощниками. Сегодня представители государственных утверждений провели разъяснительную работу. Я, как предприниматель, узнал много полезной информации для себя по налоговому кодексу. Также обязательно скачают цифровое приложение, о каком мне рассказали. Такие новшества позволят значительно упростить введение бизнеса. В течение дня представители государственных ведомств рассказали предпринимателям о порядке по уплате налогов, обучили их, как можно скачивать мобильное приложение и как ими пользоваться, чтобы облегчить работу в сфере введения налоговой отчетности. До встречи!